Пальцем просто беру и крошка вот отлетает просто от пальцев. Родители школьников, которые занимаются физкультурой на стадионе СОЖ номер 13, бьют тревогу. Спортивный объект разваливается на глазах. В рекорданном покрытии дыры, а искусственная трава на футбольном поле протерлась до бетонного основания. Мы сами здесь гуляем, дети играют, соответственно, в футбол, в волейбол и так далее. Поле используется по назначению, это видно. О том, что на этом стадионе возникли проблемы с покрытием, заговорили уже через полгода после сдачи объекта. Вопросы возникли и по рекордану, и по искусственной траве на футбольном поле. Сдача произошла 1 сентября 2020 года, и весной, в апреле, где-то после того, как сошел снег, начал разрушаться рекордан, появились проблемы с искусственной травой, и, соответственно, начали обращаться к подрядчику, с которым был заключен договор, чтобы он в рамках гарантийных обязательств смог устранить все вот эти недоделки, нарушения, вот эти проблемы, которые вышли. Рекордановое покрытие и искусственную траву укладывали субподрядчики из Мордовии. Поэтому подрядная организация провела экспертизу, в ходе которой специалисты выявили нарушение технологии укладки этих покрытий. Но субподрядчик с этими выводами не согласился, поэтому начались длительные разбирательства в суде. Прошли суды между генподрядчиком и субподрядчиком, и арбитражный суд принял решение о том, что необходимо провести повторную экспертизу. В это время, естественно, ни руководство школы, ни сам подрядчик не имели права устранять недочеты. В этом случае могут перестать действовать гарантийные обязательства. Проводить повторную экспертизу назначили фирму из Мордовии. И ее эксперт отметил, что при правильной укладке покрытие должно продержаться в течение всего гарантийного срока. Гарантия у нас 5 лет. Гарантия у вас 5 лет договорят. Соответственно, как минимум 5 лет она должна быть в таком виде, в котором она и должна быть. Вместе с экспертом приехали и представители субподрядчика. Они, конечно, утверждают, что все покрытие уложено соблюдением технологии. Но почему-то на разных участках рекордан держится по-разному. Где-то отваливается большими кусками и рассыпается на крошки от простого прикосновения. А где-то покрытие целое. Вот, смотрите, вы сейчас подняли. Считаете это нормально? То есть, если бы там была клеевая основа, наверное, бы он так не поднимался. Он может подниматься. Под воздействием и жары, и под воздействием нагрузки. Вы знаете, в прошлом году у нас 4 школы построили стадионы тоже с рекорданом. Год прошел, там никаких проблем вообще нет. То же самое наблюдается и на футбольном поле. Где-то живы между полотнами не видны, а где-то расползлись на несколько сантиметров. И юные футболисты во время игры рискуют получить травмы, спотыкаясь на местах стыков. Засыпки здесь нет вообще. Ну, я, значит, изначально не было. Она была изначально. Сантиметр поле был. Изначально не просыпали, как следует. Когда укладывали. Здесь отпринимали поле, когда сдавалось. На новом поле, конечно, не было видно, что швы разойдутся. Но на то и дается гарантия, чтобы в ходе эксплуатации устранять возникшие проблемы. Но субподрядчик заявляет, еще до начала работ фирма предлагала за дополнительную плату провести усиление покрытия в некоторых местах, где проектом это не было предусмотрено. И тут же отмечает, надо еще посмотреть, гарантийные ли это случаи разрушения покрытия. А в чем не гарантия? Если вы на физкультурно-оздоровительном объекте положили заведомо покрытие, которое сотрется, и вы это знали, вы сами что сказали. И вы говорите, нас это не волнует, потому что по бумажкам заказали листья, а мы на траву не положим. Я не говорю, что я так сказала вам, я предлагала, говорю, зону усиления, зону усиления, где истирание, либо дощечку, либо спрейт, либо усилять. У нас проект, у нас техзадание, а техзадание никто не имеет права отходить. Когда подрядная организация берется за объект, она понимает объем работ и соглашается на то, что в течение гарантийного срока придется устранять выявленные проблемы. Но если работа выполнена качественно, то и вопросов возникать не должно. Будет ли Мордовстрой переделывать рекортановое покрытие и восстанавливать искусственную траву, это решит очередной суд. Ну а пока дети так и будут заниматься спортом на дырявом поле.